Прям так скажут, что хотите, не скажут, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, у вас случилось? А скажите, есть какое-то компетентное лицо, которое могло поговорить с группой протестующих? Протестуете по поводу чего? По поводу того, что мы не согласны с ущемлением прав российских граждан, которыми производит Путин. Он их нелегально заключает в тюрьмы и принуждает и ущемляет их в правах на личную жизнь. Да, Олежка, мы для этого пришли сюда. Да, и право на протест. И каждый человек имеет право протестовать, и мы решили воспользоваться своими возможностями. И более того, граждане Российской Федерации желают протестовать против законов, которые устанавливает Владимир Владимирович Путин. Но взамен на это они получают дубинками по голове, слезоточивым газом и заключением тюрьмы. Мы считаем, что согласно статье 8 Женевского кодекса, право на личную жизнь, право на информацию, статья 14 Женевского кодекса, ущемляется. И мы решили защищать российских граждан, хотя являемся гражданами Республики Молдовы. И хотелось бы как-то зафиксировать нашу жалобу, или как-то, я не знаю, может где-то нам стать, чтобы нас сняли, чтобы, не знаем, как-то проинформировали парламент Российской Думы, или что там у них там есть, я же не знаю. Чтобы они знали о том, что нам не безразлично жизнь граждан России. Он сказал, что он нас услышал, но мы мало что поняли от этого. Но что я хотел... Что я хотел насчет этого сказать? Владимир Владимирович Путин, это русский Гитлер, я давно его так называл. Во-первых, в связи с тем, что он произвел военную обстановку на Украине, в Грузии и так далее, это было все нелегально и неправильно. Это все было принято насильственными мерами. И теперь он неоднократно, насильственно своих же русских граждан заключал в тюрьмы или отравлял, вот как Валерию Новодворскую, хоть они утверждают, что она была отравлена пирожками, но это неправда. Что она подавилась пирожками, вот такую ей смерть констатировала комиссия. Вану Политковскую застрелили. Там еще был один журналист, немцов, Владимир Владимирович Путин, мы хотим вам сказать, что бы вы ни делали и какую бы вы силу не применяли народу вашему, которому вы клялись, когда становились президентом в том, что вы будете заботиться о нем, что бы вы ни делали, правда, по-любому будет торжествовать. И по-любому люди будут говорить о ваших делах, о ваших поступках и будут так же вас ненавидеть, как сейчас это делают ваши же русские граждане, которые вас же выдвинули. Мы, молдавские граждане, поддерживаем россиян, поддерживаем за то, что мы не хотим, чтобы было насилие в народе простом и чтобы страдали бедные дети, жены и мужья. Мы должны все, как была война мировая, так и сейчас, соединяться и поддерживать друг друга. А помните, на вас смотрит весь мир. Вас пришли осудить даже инвалиды. И даже моя собака Павадырь Мяу пришел вас осудить, потому что он есть тут, но он чешется. И еще одна собачка пришла вас осудить. Имейте совесть. Вы будете выплачивать Украине много еще лет, как Гитлер платит всем странам за то, что они занимались геноцидом. Это то же самое. Вы КГБ, бывший КГБ, и занимаетесь теми же структурами, которыми есть сейчас. Кто вам не нравится, вы их насильно прячете в тюрьмы и так далее, и так далее. Это перед Богом нехорошо. Зря вы посещаете монастыри, зря вы посещаете церкви и долго молитесь Богу. Бог вас не слышит, потому что вы убиваете людей, вы убиваете детей, вы убиваете не только чужих детей, Украины, Грузии и так далее. Вы убиваете собственных российских детей, проливаете невинную кровь тогда, когда вы ничего не вложили, ни одну копейку не вложили, чтобы вырастить этих детей. И когда россияне стали возмущаться, когда был издан указ собирать детей, которые достигли 18-летнего возраста, и отправлять их в армию, люди начали писать противоречия. И за это их детей стали заключать в тюрьмы из-за неповиновения государственной власти. Я всегда говорил и буду говорить, государственная власть, будь это Россия, будь это любой страны, она не от Бога, от сатаны. И поэтому, кого бы мы ни выбрали, в нас всегда будут бедных граждан стрелять, простой трудовой народ, потому что мы больше всех страдаем. Мы выбираем дураков и от них же потом страдаем. Гражданин с табуреткой. Да. Что у вас за стул и что у вас за рюксак? Молдова моя, родимая, не обеспечивает меня нужными деньгами для того, чтобы я не пел, а для того, чтобы я жил как положено. И мне приходится петь собственным голосом, личным. И не обманывать, как обманывают власти, смывая, что они берут на дороге, промывают деньги, суют себе миллиарды в кармане. А ни разу ни один президент не подошел, не спросил меня ни прошлый, ни будущий и не будущий после будущего. Олег Адриан, что тебе дать, чтобы ты не сидел здесь? И я вам скажу, сделайте мне операцию на глаза. А дальше я выучусь. У меня есть голова, и я могу сам стать президентом и обманывать так же, как и вы, даже вам помочь это делать. Просто я не стремлюсь к власти, потому что я знаю, что у власти не было никогда правды. И даже если я захочу изменить народ свой и сделать и улучшить ему условия для проживания, он, все равно я не смогу этого делать. Потому что существуют оппозиции, которые так же будут влиять на мои решения и не дадут мне возможности это сделать. В том числе и в России эти протесты, которые проделывают оппозиции. Дело в том, что не забывайте, ребята российские, вас же тоже используют. Вас убивают, вас сажают в тюрьмы. Оппозиции все равно, она не выплатит вам компенсацию и не принесет вам в тюрьму сухарики. Подумайте о том, стоит ли вообще идти против сатаны, когда он твердо решил вас заключить в тюрьму и поубивать в чертовой матери. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обещал выплатить все штрафы тем, которые выйдут. Вышли в субботу и выйдут в эту субботу против Путина. Я надеюсь, когда я в СМИ увижу, что они уже выплатили, тогда мы точно убедимся, что это так. А пока я не вижу, я не верю никому. Люди много обещают, но мало что сдерживает слово. Они говорят много на эмоциях, а в итоге получается, что ничего они не выполняют. Сейчас надо позвонить опять, узнать, что же ему было понятно, выйдет ли какое-то компетентное лицо, чтобы переговорить с гражданами Республики Молдовы. Ради интереса. Сегодня суббота, там никого нет. Я понимаю, но хочется узнать ответ. Можешь нажать кнопочку? За спрос денег не берут. Все-таки российское посольство находится на нашей территории. Вместо того, чтобы говорить хорошо про Россию, который вырастил этого его поводыря. Здравствуйте. Вы сказали, что вам что-то понятно, но мы не совсем поняли, что мы должны кого-то ждать или сегодня никто не работает? Молодой человек, вы гражданин какой страны? Я гражданин Республики Молдовы и России. Я вас понял. Вот есть документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации? Я вообще-то уже отказался от российского гражданства. Неделю тому назад вот что увидел беспредел, который находится в России. Молодой человек, скажите, пожалуйста, у вас в принципе есть документы... У меня есть отказ от гражданства российского, если вам нужно. Слава богу, нет. А ваши коллеги, ваши коллеги, вы сказали ли? Мы вообще-то по правам человека. Мы защищаем права... Это какое имеет отношение к тому? А вы на коллеги у нас в Молдове, понимаете? Не знаю. Олег, Адриан, Влад. Мне кажется, что это Влад. Олег, Адриан, Влад. Российская Федерация. Ласа, Олег. Да, дай, подожди. Вы слышите, что вы говорите только с российскими гражданами русскими? Федерация русская. Ласа, не мая, insistи. Ну давай еще раз нажмем на кнопку. Для чего? Потому что хочется показать, как работает российское посольство на нашей территории, Молдовы. Как нам. Мы по правам человека. Мы защищаем интересы людей. Мы не защищаем интересы граждан того или иной страны. Ущемление государственных прав происходит везде. Олег, ну инсестатор. Да ладно. Хоть чуть-чуть показать же надо, что они ничего не делают. Да, я лодзиск воробе, что не могу взять эту цель рушь. Ну и что, а по правам человека, если пришли сюда защищать интересы протестующих? Они говорят, что с такими не говорят. Извините, пожалуйста, как вас зовут? Олег, Адриан, Влад. Это я с полицейским разговариваю, да? Да, очень приятно. И мы хотим выразить свое недовольство. Наверное, вы слышали? Да, я слышу. Мы защищаем права и интересы человека. Мы указали статьи, на основании которых мы сюда пришли. Являемся гражданскими активистами. И поэтому нам не безразлично. Хорошо, я вас поздно. Вы что-то можете нам изменить или вы просто пишите, кто подходил? Нет, нет. Мы здесь на всем службе. Ага, ну понятно. Защищаете ли территорию, да? Ну, мы не защищаем территорию. Мы находимся за территорией Российского посольства, но мы следим за... Порядком. Ордение публики. Порядком. Да, да, порядком. Правой порядком. А вот как с ними переговорите? Вы так и те... Я не могу вам сказать, что они начинут, что они не работают.